Добрый день дорогие друзья! Сегодня с вами опять я, Сиволап Ольга, и мы с вами будем делать простые симпатичные цветы из фоамирана. Сегодня я вам покажу, как можно сделать простой клевер из фоамирана. Вот такой вот симпатичный простой клевер мы сегодня с вами будем делать. Если вы хотите научиться, тогда давайте слушайте, запоминайте, можете повторять прямо сейчас со мной. Берем фоамиран белого или молочного цвета. От 1 до 3, если это у вас иранский фоамиран. И отрезаем полосочку примерно 25 см для изготовления вот такого клевера. Ширина полосочки у нас будет 1 см. И отрезаем полосочку. Давайте сразу измеряем, сколько у нас будет, где 25 см. Так, вот 20 см. Ну, давайте сделаем 27 см. Вот сюда. Все, наша полосочка готова. Убираем фоамиран в сторону. И теперь начинаем нарезать фоамиран на нужные нам отрезки. Если у вас, видите, фоамиран отрезался не так ровно, ничего страшного в этом нет. И чуть больше половины или до половины, вот таким образом, мы режем нашу полосочку. Нарезаем полосочку полностью до конца. Вот таким образом. Теперь нам нужно край полосочки затонировать. Берем влажную салфетку, отрезаем кусочек, берем нужный нам цвет, наносим. И смотрите, по краюшку прям вот таким образом мы с вами тонируем. По самому краюшку, никуда не сдвигаемся. Еще знаете, как можно делать? Еще можно вот так покраить самой пастелью. Но ее нужно, конечно, тогда будет смачивать. Салфеткой будет более, немножко удобнее. Можно это сделать до того, как вы будете резать. Можно это сделать после. Особой разницы в этом я не вижу никакой. Проходим полностью по краюшку. Все, полосочка у нас с вами готова. Теперь мы с вами возьмем утюг. Поставим его примерно на двоечку, на полтора. Подождем, пока он нагреется. И приложим нашу полосочку к утюгу. Еще не сильно нагрелся утюг, но уже нагревается. Стараемся, чтобы у нас не прям сильно скрученный край был. Немножко. И самый краешек. Вот так достаточно для изготовления цветов или клейера. Отключаем утюг и убираем. Он нам больше не потребуется. Так, теперь давайте приступим именно к самому изготовлению цветка. Берем термопистолет, либо секундный клей. Что есть, то и делаем. Сегодня я решила поработать с термопистолетом. Капаем немножко. И закрепляем проволочку. Таким образом. Чтобы более удобнее, плотнее держался клевер, можно на концу проволочки сделать петельку. Наносим клей. И начинаем по кругу заворачивать. С каждым краем, ой, извиняюсь, с каждым рядом мы немножко сдвигаемся вниз. Немножко. Чтобы у нас получился клевер. Нам же надо. Поэтому мы немножко сдвигаемся. Не сильно, но немножко. Каждый раз мы сдвигаемся. Помаленечку, потихонечку вниз. Проволочку, конечно, можно вытащить, если, допустим, вам неудобно с ней работать. Ее можно в конце потом приклеить. Видите, что у нас получается. Постепенно, постепенно, и у нас с вами получится симпатичный, простой и милый клевер. Так можно распушить его пальчиками. Так. остается немножко еще с каждым разом немножко сдвигаете с каждым разом но в то же время и не сильно много чтобы это было равномерно если мы будем расправлять то вот эти у нас уже получается что вот 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 Всего остается совсем немножко. Смотрите, что у нас получается. Мы смотрим, подравниваем, если нам что-то вдруг не нравится. Самый конец мы немножко сжимаем, делаем его меньше. Все, смотрите, вот такой милый, симпатичный у нас клевер получается. Теперь, чтобы у нас проволочка вот так не бултыхалась, мы берем и заливаем туда немножко клея. Немножко. Так, покрутим, чтобы у нас равномерно там распределилось. И подождем, пока он у нас застынет. Клевер у нас с вами остыл, и мы приступаем к дальнейшему его изготовлению. Смотрите, здесь получилась дырочка, мы закроем. Чего страшного, зато у нас теперь плотно проволочка держится. Чтобы получить другую окрасочку, вы можете любым другим цветом пастели нанести и получить другой цвет. Давайте приступим дальше к изготовлению. Теперь нам нужно с вами обтянуть проволочку этой плентой. Отрезаем непроизвольно кусочек. Я всегда делю тейп-ленту на два раза. Разрезаю ее. Сравняю. Что на кривая, ничего страшного в этом нет. Протянем ее с вами, чтобы у нее появились липкие свойства. Так. Все. Теперь мы с вами берем клей, копаем, чтобы она у нас не ездила, и закрепляем. Закрепляем. Все. Теперь тейп-лента. Тейп-лента, извиняюсь. Таким образом мы с вами откручиваем проволочку. Сильно не нужно тут ничего ровнять, делать. Просто наращиваем немножко массу. Конечно, нужно, чтобы она у вас была одинаковая. Не просто. Она у вас была разного размера. На один раз обернули, пока достаточно. Теперь смотрите. Нам нужно сделать чашелистик. Нам нужно сделать листики. Листики, если вы заметили, я делала разные. Сейчас я вам покажу. Вот здесь листик совершенно другой. Но и чашелистик здесь совершенно другой. Вот у меня две заготовочки для изготовления листиков. Вы можете, также я потом приложу шаблончики, вы можете по-любому другому сделать. Либо так, либо так. Тут уже смотрите сами на ваше усмотрение. Наверное, раз листики все-таки выглядят так, я все-таки сделаю листики такие. Беру зеленого цвета фоамиран. И вырезаем. Вы можете сразу обвести, а затем вырезать. Я думаю, что два листика нам вполне будет достаточно с вами. Вот такой у нас листик получился. Давайте мы с вами сделаем еще один листик. Котелеп ленту берем в сторону. Все. Листики у нас с вами готовы. Можно их протонировать, можно не тонировать. Смотрите сами на ваше усмотрение. Здесь, как вы видите, немножко я сделала тонировочку. Немножечко совсем. Теперь смотрите, что я делаю. Я беру листик, складываю его и немножко пальцами вот так вот разминаю. Все, достаточно. Расправляем. Видите, у нас получился настоящий листик. Еще раз показываю. Складываем напополам. Потом поворачиваем к этому листику. Еще раз напополам. И немножко руками таким образом разминаем. Все, достаточно. Вот у нас два листика готовы. Теперь мы с вами вот эту проволоку обернем точно так же тейп-лентой. А потом уже приклеим к листочку. Лучше всего, конечно, секундой закреплять. И ровненько, ровненько наносим. Все. Обрезаем. Теперь, когда у нас проволочки с вами готовы, мы с вами приклеиваем их на листики. Наносим клей немножко, чтобы и не сильно много было. Ложим в нужном месте на листики. И вот таким образом с вами закрепляем. Потом расправляем аккуратненько. И вот что получаем. Вот таких два листика мы с вами должны сделать. Теперь мы с вами сделаем еще чашелистик. Чашелистик тоже может быть разный, но мы с вами сделаем именно вот такой, как сейчас я с вами нарежу. Винья цветочка. Вырезаем так же, чтобы у нас свет был везде одинаковый из зеленого фоамирана. Все. Убираем шаблончик. Достаем наш чашелистик. Как я уже сказала, чашелистик можете сделать другой. Я вот из такого вот чашелистика сделала вот такой. Ну, сильно многовато, может быть и нет. В принципе, тут уже смотрите сами. Теперь складываем напополам, еще раз складываем напополам и протираем точно так же руками. Прямо протираем, протираем, не боимся. Все. Вот у нас такой чашелистик с вами должен получиться. Как вы знаете, у клевера он не сильно большой, маленький. Вот этого достаточно. Теперь мы берем с вами тейп-ленту. Ее с вами закрепим сверху с помощью тейп-ленту. Поклею секунды и начинаем наращивать массу равномерно, чтобы у нас было ровненько. Чтобы у нас был ровненький ствол. Таким образом можно из фоамирана делать. Теперь смотрите, что я делаю. Делаю здесь дырочку посерединке и проталкиваю. Тейп-ленту мы достаем. Ничего страшного не будет. Аккуратненько ее, чтобы только не порвать чашелистик. наносим Теперь смотрите, мы наносим с вами клей. Клей наносим у самого цветочка вот здесь у основания. Аккуратненько опускаем и закрываем с вами вот это вот все нехорошее место. Убираем лишний клей. расправляем пока не застыл клей чашелистик, как вы хотите. Но ничего такого особенного нет в цветке. Поэтому сильно не равняем. Так, все, пошли дальше. Теперь нам нужно сделать листик. Берем листик и закрепляем с вами и его вот здесь. Потом мы все расправим. Берем второй листик и с противоположной стороны тоже его с вами закрепляем тейп-лентой. Все. Берем еще кусочек тейп-ленты, так как мы не доделали еще цветок. И наращиваем массу. Все. Теперь расправляем наш цветочек. Посмотрите, какой у нас клевер симпатичный, милый получился. Также вы можете, если сделать другие листики, получится вот такой клевер. Если вы сделаете оливковым цветом, будет вот такой клевер. Их можно использовать где-то в композиции для цветов. Можно использовать просто, допустим, сейчас я вам покажу, сколько у меня есть здесь цветочков. Вот, смотрите, у нас пять цветочков. Вот, что у нас получается. я думаю, что мой мастер-класс вам был полезен. Ставьте лайки, пишите с вашей комментарии. Всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры